На стоянку у детской поликлиники номер один по улице Кижеватого приезжает много автомобилей. Практически в каждом из них находится самый важный пассажир – ребёнок. Привезли к врачу, значит, близкие переживают и заботятся о его здоровье. А вот думают ли о том, что перевозить ребёнка необходимо строго по правилам, проверяли сотрудники госавтоинспекции. Ведь второго шанса дорога зачастую не даёт. Управление ГАИ Бреста. У нас сейчас проходит на территории Брестской области областная профилактическая акция. Пристегните самое дорогое. Скажите, знаете, как нужно безопасно перевозить своих детей? Ну, вообще, да. В автокресле. Или, ну, как бы для такого ребёнка всё в автокресле, а вообще в бустер, если постарше. А сами вы как обычно перевозите своё чадо? Ну, как бы, вот если в такси, то, ну, как бы, в такси не всегда есть у нас автокресло. На руки пристёгиваемся. Этого недостаточно. Ведь на самом деле в такси есть возможность вызова машины с автокреслом. Для родителей это должно быть принципиальным моментом. Когда вызываю такси, всегда указываю, чтобы было детское кресло, потому что для меня очень принципиально, чтобы он был пристёгнут. Согласно статистике, с начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 2 человека погибли и 48 получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что в 23 случаях несовершеннолетние перевозились с нарушением правил безопасной перевозки. С 18 по 22 октября на территории Брестской области проходит областная профилактическая акция «Пристегните самое дорогое». Она направлена на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Для тех, кто не полагается на случай и добросовестно соблюдает правила перевозки пассажиров, сотрудники госавтоинспекции подготовили подарки. Счастью, проверка показала, что к таким можно отнести подавляющее большинство родителей. У меня трое детей, мы всегда ездим в бустерах и пристегнутые дети. Это очень важно для безопасности моих детей в первую очередь. Те, кто не пристегивает своих детей, они не думают о последствиях. Я увереннее чувствую на дороге себя, когда она пристегнута в этом устройстве удерживающем. Пристегнув ребенка и себя, ты можешь спасти жизнь и себе, и ребенку. Лучше и не скажешь. А для тех, кто об этом забыл, госавтоинспекция еще раз напоминает правила перевозки маленьких пассажиров. Согласно пункту 178 правил дорожного движения, несовершеннолетних в возрасте до 5 лет следует перевозить в детском удерживающем устройстве, которое соответствует его весу и росту. В возрасте от 5 до 12 лет ребенка следует перевозить в детском удерживающем устройстве, которое соответствует весу и росту ребенка, а также других средств, таких как бустер, дополнительное сиденье, подушка. Допускается перевозить ребенка в возрасте до 12 лет без использования детских удерживающих устройств, в случае, если рост ребенка уже составил 150 см. За нарушение правил перевозки предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин. Соблюдая несложные, в общем-то, правила, вы будете уверены, что сделали все, чтобы ваш самый дорогой пассажир был в безопасности.